Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Самарских лицеистов отправили к психологу из-за разговоров о Навальном. Администрацию Кадырова возглавил силовик с позывным «Джихад». Полицейские предотвратили намерение Тулика захватить три вселенные. По традиции в четверг мы начинаем дневной разворот с забавных новостных заголовков. Порой не на самые забавные поводы. И один из этих поводов как раз-таки мы сегодня и обсудим. Да, подсказал тему для нашего сегодняшнего разворота. Поскольку времени мало, а людей, которые желают высказаться на тему сегодняшнюю нашу, много. Мы сразу с Сашей Рассохиным и начнем. Во-первых, в студии Светлана Зайкова и Александр Рассохин. Добрый день. Здравствуйте. 211-101 номер телефона нашего эфира. Пожалуйста, тоже участвуйте в разговоре, если вас взволнует эта тема. А тема у нас следующая. Мы строим свой эфир по следам происшествия, которое произошло на улице Воровского 2 мая. Ну, во-первых, надо напомнить, что по улице Воровского 101 А рухнули две стены из пеноблоков. У здания строящегося спорткомплекса 2 мая под порывом ветра инцидент произошел около 15 часов, когда через город проходил штормовой фронт, как сообщают СМИ. Мы тоже все эти детали сегодня постараемся разобрать, потому что вчера с гидрометцентром связывались, насколько действительно это штормовой был фронт, не штормовой, какой был ветер. И мы здесь в студии собрали экспертов. Во-первых, у нас есть люди, которые видели своими глазами, что происходило на улице Воровского 2 мая. Во-вторых, у нас здесь есть строитель, которого мы сейчас представим. В-третьих, есть по телефону люди, которые эту историю уже заранее прогнозировали, можно сказать. И те люди, которые еще глубже будут копать из Союза архитекторов России. Давай всех по порядку представим. Сначала жители ближайшего дома. Это Владимир Трегубов. Здравствуйте. Татьяна Снегова и Петр Терещенко. Все это, я как понимаю, жители дома Поваровского 102. Все верно. Ну и также у нас член, председатель правления ассоциации строителей Вятки, член общественной палаты Кировской области Александр Булдаков. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Так, Петр Васильевич, вы нам сказали, что вы своими глазами видели, как все происходило. Расскажите. Совершенно верно. Я проживаю на девятом этаже. Это случилось, ну, как вы говорите, был этот фронт ураганный, но его не предвиделось. Я подошел к окнам и начал их прикрывать. Одно, второе. Ну, у меня три окна выходят. На улицу Воровского? Да, на улицу Воровского, как раз непосредственно с девятого этажа. Там все хорошо было видно. Ну, я, конечно, не смотрел на это здание. И когда я уже прикрыл последнее, ну, буквально только хотел отвернуться, и на глазах это все падает такое, как будто бы кто-то выгружает большую массу. Но это падает стена. Падает стена там со стеклами и так далее. Ну, так сильно шока не было, хотя я противник этой стройки был. И смотрю, что же это... А, кстати, строители там были внутри. Строители были внутри здания. Да, были внутри. Они там и полами занимаются. Я смотрю, побежали, потому что, может, кто-то и травмировался. Машины, да, они поврежденные были с этой стороны, со стороны нашего дома. Это машины, которые были припаркованы к этой стройке. Ну, как они... Ну, там обычно это наша проезжая часть. Это машины жителей? Это машины жителей. Моей соседке напротив, с девятого этажа. Как раз и Лексус поврежден. Это ее. То есть машины снаружи травмировались, а люди, возможно, внутри, мы пока не знаем. Ну, пока не знаем, но там люди бежали, убегали оттуда. Я не видел такого, чтобы было что-то, напомнилось, что действительно такой штормовый порыв. Я бы не сказал. Такого не было. И буквально только-только где-то проходит минутка, может быть, на второй. И так интеллигентно, красиво падает вся стена со стороны Макдональдса. То есть вторая стена уже падает. Да, вторая стена, но она полностью падает. Интеллигентно падает вторая стена. Из уважения к первой, что ли? Нет, это из уважения от того, что я именно против этой стройки. Не в смысле того. Но мне сразу не то, что... А если там люди, вот в чем дело. Потому что там машины, иногда в машинах сидят люди. Вот это мне сразу как-то... Что вы сделали? Ну, первым был шок. Ну, я, во-первых, пригласил свою мать. Ей 92 года. Мам, говорю, то здание, которое ты не хотела, его сейчас не существует. Она говорит, да ну ты, мол, обманываешь. Она в соседней комнате, то есть напротив, с другой стороны. Ну, я ее пригласил, она посмотрела. Стал быстро одеваться, потому что мне надо было посмотреть. А, да, кстати, я еще хотел машину поставить туда же. Приехал. Буквально вот только я зашел. Если честно. Минут, вот, пять назад. Хотел, то обычно я оставлю. Потому что во дворях уже нет места для того, чтобы поставить. А еще минуточку. Летели, летели, там что там, пеноблоки, кирпичи? Там все. Масса упала сразу. Строительный материал летели прямо на припаркованные машины. Людей там не было в машинах. Там людей не было, это точно. И там людей не было как раз со стороны этой проходящей, то есть где стена падала. Там точно людей нет. У меня единственное, что это со стороны. А в это время дождь начался, и люди попрятались. Я правильно понимаю, что есть стены, а потолка, грубо говоря, нет. Крыши нет. Поэтому все было видно. Есть такое понятие строительное, вам ответит профессионально. То есть крыша сама по себе, она на опорах стоит, а стены они сами по себе. Давайте минуточку сейчас пояснения скажу. Вчера мы связались с гидромедцентром, лично с Маратом Ашаровичем Френкелем. Это насчет штормового фронта, который проходил. Марат Ашарович сказал, что сила ветра в Кирове достигала 18 метров в секунду по области 20. Если мы посмотрим с вами на шкалу Боффорта, эта сила ветра соответствует. Сейчас мы смотрим. Очень крепкий ветер. Очень крепкий ветер. Ветер ломает сучи деревьев. Идти против ветра очень трудно. Нет. И только дальше уже ветер начинает. После 21 ветер начинает разрушать крыши, здания и прочее. Ну, Марат Ашарович мне свое мнение вчера высказал, что такой ветер не должен разрушать здания. Скорее всего, говорит, было что-то еще. Такого не было. То есть 18 метров в секунду гидрометцентр нам сказал. Вот такой был, собственно, ветер. Но я, кстати говоря, встречала свою дочь из школы в это время. Ничего мы встретились. Нас не разнесло в разные стороны. Да нет, это нормально. Был дождь легкий такой. Не было такого, чтобы... Я знаю, что такое порыв. Давайте мы сейчас как раз... Раз вы в сторону строителя кивнули по поводу ветра. Мы спросим у Александра Булдакова, члена правления Ассоциации строителей в Вятке. Александр Владимирович, когда конструкция, когда разрабатывается проект, безусловно же, учитывается, да, сила ветра. На какую сила ветра современные конструкции рассчитываются? Ну, от ветра стены разрушаться не должны. Все. Все. Ну, мы посмотрели. Я тоже, конечно же, мы с Сашей подготовились. Мы смотрели все в интернете. Вот на сайте строительства и недвижимости разрушение крыш и других конструкций от ветра специально набрали. Так вот, наши крыши и другие конструкции оболочек зданий действуют нагрузки ветра. И современные конструкции рассчитываются по нормативам на максимальную скорость ветра равной примерно 100 км в час. Ну, то есть, вот... Это 30 метров в секунду примерно. 30 метров в секунду. Ну, то есть, больше гораздо, чем был ветер, который мы встретили 2 мая. Почему тогда разрушилась эта стена, по вашему мнению, как специалиста? Значит, как специалист, я могу сказать, что здесь все равно какое-то технологическое нарушение в 30-м. Но какое конкретно, пока сказать не могу. Значит, это здание, оно площадью свыше полутора тысяч метров. Оно проходило... Проект проходил госэкспертизу. Оно подконтрольно Аркстройнадзору. Поэтому понять, где... Я вчера заходил в Аркстройнадзор. Значит, они вчера выезжали с прокуратурой. Была комиссия. Заключения пока нет. Ну, я думаю... Аркстройнадзор, прокуратура вчера, 3 мая были на месте. Да. Комиссионно, значит, сейчас будет проводиться обследование. Значит, стены это не несущие. Это ограждающие конструкции. Здание каркасное. То есть основная несущая конструкция – это колонны и балки ригеля, значит, да, фермы, перекрытия. Всё остальное – это ограждающая конструкция. Это лёгкая конструкция, то есть она, значит, 30 сантиметров толщина пенобетона, плюс облицовка вентилюровым фасадом. Была она прикреплена, значит, ну, по технологии каждой колонии через три ряда стена должна крепиться. По проекту. Мы поняли, сейчас у нас на связи есть, насколько я понимаю, Елена Урманская. Да, Саша? Правильно? Елена Урманская, директор портала Киров.ру. Елена, добрый день. Добрый день. Да, здравствуй. Мы вот как раз от вашей публикации отталкиваемся, и вчера обсуждали в особом мнении, и сегодня вот решили. Вы ещё 10 апреля сообщали в разделе слухов, да, на вашем портале, что вам написал ваш читатель предупреждение о том, что данный объект, вот этот строящийся объект, Новоросская 101, 100А, строится с серьёзными нарушениями. Да, всё верно. Публикация состоялась 10 апреля. Мы получили анонимные сообщения по площади электронной. На самом деле мы не работаем с анонимными сообщениями, но здесь были прикреплены фотографии и технологическое обоснование проблемы. Когда мы поняли, о чём идёт речь, а именно о строительстве спортивного комплекса, где должны в том числе и дети заниматься, мы поняли, что вообще вопрос очень серьёзный. Посмотрели фотографии. Конечно, нарушения видны невооружённым взглядом. Вот передо мной выступал строитель. Я скажу, что наш читатель сообщил нам, что было собственное нарушение. Подожди секундочку, я тебя перебью. Выключи, пожалуйста, радио. Там эхо какое-то слышно. Если у тебя включён приёмник, выключи его, пожалуйста. Так, всё, отключила. Прекрасно. Вот сейчас очень хорошо слышно. Да, продолжай. Да, ага. Так, сначала должны быть поставлены опоры, и уже после этого залит фундамент. А здесь было сделано наоборот. И пошли трещины. Вот. И, собственно, это видно на фотографиях, которые прислали. Подставлены две железные пластины. Насколько хрупко эта конструкция выглядит уже на фотографиях, можете посмотреть на портале kirov.ru. И мы обязательно эти фотографии прикрепим к итоговому материалу. По итогам сегодняшнего нашего эфира мы обязательно тоже напишем. Можно будет посмотреть. В общем, ситуация какая. 10 числа материал вышел. Почему мы разместили в рубрике «Слухи»? Поскольку анонимно было сообщение, и подтверждения никакого мы быстро не нашли. Однако, про чтение было больше тысячи этого материала. Он активно был перепостен в соцсетях, в профильных строительных группах. И началось общественное обсуждение. И всё. И никакого больше резонанса и ответа со стороны властей, надзорных органов. Ничего этого не было. А вы узнавали у прокуратуры? Извиняюсь. Да, но подождите. Интересно. Но была реакция от компании-застройщика. Буквально через несколько дней. Но не от самого застройщика, а от одной из подрядных организаций. К нам в офис пришли представители с требованием убрать этот материал с портала. На наш вопрос, а что, разве информация не соответствует действительности? Они ответили, да, в общем-то, это всё так. Мы посчитали нужным материал оставить. Естественно, мы ни на какие угрозы в наш адрес. В общем-то, мы их проигнорировали. И материал до сих пор на портале существует. Вы знаете, вот, и когда произошло само событие, да, уже мы узнали новость о том, что разрушено это здание. Мы, конечно, удивились, но наше удивление не было очень глубоким, потому что мы поняли, в чём, собственно, суть вопроса. Волосы на голове дыбом встают на самом деле, когда понимаешь, что хорошо, что оно было недостроено. Хорошо, что детки туда ещё пока не пошли в кружки и секции. И вы знаете, Светлана, я воспользуюсь случаем, поскольку есть возможность сказать от журналистского сообщества, я попросила бы в эфире радиостанции «Эхо Москвы» тех людей, которые отвечают за безопасность в нашем городе, обращать внимание, да и вообще профильные организации, органы власти, обращать внимание на публикации в средствах массовой информации. Отвечаю за портал «Киров.ру», редакция профессиональная, все журналисты являются членами Союза журналистов Кировской области. Да и другие наши ресурсы, и вообще отношение к журналистскому сообществу должно быть более серьёзным. Да, Лен, совершенно с тобой согласна. Прости, пожалуйста, нам уже пора перерываться. Спасибо тебе большое за комментарий, спасибо, что не оставили эту тему без внимания и продолжайте над ней работать. Сейчас мы прервёмся. Это была Елена Урмацкая, директор портала «Киров.ру». Прервёмся буквально на полминуты и продолжим. Речь идёт о разрушившемся под порывом ветром здания Новоросская 101А. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На улице Воровского частично рухнул строящийся спорткомплекс. Судя по тому, что рассказывает очевидцы, находящиеся в нашей студии, он практически полностью разрушен. Очевидцем является Петр Васильевич Терещенко. Он живёт в доме, который выходит окнами на строящийся объект. Он сейчас у нас в студии. Вместе с ним здесь Владимир Трегубов и Татьяна Снегова. Это тоже жители и члены инициативной группы дома Новоросского 102. Мы ещё доберёмся, конечно, буквально в ближайшее время до вопроса, почему, собственно, создана эта инициативная группа. Но она связана с объектом, о котором мы сегодня говорим. Александр Булдаков, член правления ассоциации строителей в Вятке. Здесь у нас в студии. И кроме Александра Владимировича, который уже вступил в наш разговор и говорил о том, о том, что не должны были рухнуть стены, даже если они не под крышей, под порывом ветра 18 метров в секунду, мы должны сказать, что и Владимир Иванович, собственно, тоже он строитель и имеет что сказать. Но прежде, давай, Саша, скажем, что мы в прокуратуру звонили и вчера, и сегодня, и просили дать свой комментарий. Но, к сожалению, данный момент вывести в эфир не можем. Однако прокуратура вчера писала, что начала проверка по факту разрушения здания. Но и сегодня Александр Владимирович Булдаков нам сказал, что вместе с... С кем выезжали они на объект? С Архстроенадзором. С Архстроенадзором. С Архстроенадзором выезжали на объект уже непосредственно по факту разрушения. Нужно отметить, что прокуратура сейчас даст оценку действия местных властей по контролю за тем, как застройщик соблюдал правила благоустройства и безопасности граждан при строительстве объекта. А Гостроенадзор проводит проверку по факту, соблюдались ли технологии строительства. И вот как раз до перерыва Елена Урмаская, директор портала Киров.ру, рассказала, что 10 апреля еще была публикация, в которой говорилось, что нарушения есть при строительстве. И именно поэтому... С фотографиями. С фотографиями. И именно поэтому, как я понимаю, инициативная группа и создавалась в свое время. И я предлагаю дать слово Владимиру Ивановичу, тем более, если это его профильная тема. Вы читали эту заметку на портале Киров.ру? Нет. По поводу того, что фундамент и прилегание его к балкам неправильное, все в трещинах и прочее. Я эту заметку не читал, но я ежедневно вижу, как ведется это строительство. И мало того, значит, на сегодняшний момент я не вижу там прорабского надзора абсолютно. Госнадзора никакого нет. Да. И что мы видим? В зимнее время велась кладка, закладывали эти простенки. Понятное дело, должны делаться добавки, чтобы у нас раствор не замерзал. Делались ли они или нет, это должна на сегодняшний день экспертиза установить. Далее, привязки к колоннам никаких мы не увидели. И что, значит, с периодом потепления, то, что у нас мы 2 мая увидели, что случилось. Господь Бог отвел, никто не погиб. Но дальнейшее разрушение надо ожидать, и у нас просто жители уже боятся там ходить. А у нас это единственный проход, где мы можем передвигаться по улице Воровского. Потому что вот эта сторона Юго-Запада, где мы проживаем, она сейчас ограничена в передвижении пешеходов и транспорта. У нас забрали подъездной путь под строительство, у нас забрали огромную парковку, у нас забрали хорошущий тротуар. Всего этого нас лишили. Вырубили зеленую зону, то, что дети садили в свое время, и столько лет, с 1984 года эти посадки существовали. Далее, значит, мы видим, что отношение к нам настолько хамское со стороны подрядчиков, что дальше некуда. Что нам все можно и все дозволено. И они сейчас, в настоящий момент, продолжают работы. Они закладывают эти же простенки. Сейчас вот уже, вот сейчас, они приклеивают к этим существующим. Прямо вот сейчас, когда родные стены, еще без проверки, еще без всяких заключений, они продолжают работать. Да, со вчерашнего дня срочно подвезли прямо вот эти вот блоки и приклеивают к проломам. Просто меня это вот... Александр Владимирович, как это возможно, если проверка не завершена? Не представляю. Вы должны же пройти сначала, наверное, проверка, заключение должно быть. Прекращено строительство, прекращена деятельность компании на этом объекте. Армирование, конечно, никакого не видно. Это очевидно. Далее, когда это все случилось, я выходил на место, смотрел. Даже на газосиликатных блоках я не увидел раствора. Это говорит о чем? Что у нас раствор в тот период просто замерз. Он не схватился, он замерз. И то, что случилось в такое безлюдное время, это большое счастье для города. А в целом нужно ждать дальнейшего обрушения на эти конструкции, разбирать. Но, тем не менее, этого не делается. Они упорно продолжают строительство. Да, давайте мы сейчас скажем, собственно говоря, кто ведет строительство. Ну, во-первых, надо сказать, что 23 декабря состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по выбору инвестора для строительства спортивного. Это 15-й год многофункционального центра в районе дома 100А по улице Воровской. Сначала решила 101. Хорошо, но давайте как в официальных пресс-релизах. Из двух участников допущенных конкурсу, а там соревновались Мода Спорт ООО и ОАО КЧУС, комиссия предпочла отдать победу Мода Спорт. Значит, Мода Спорт это, насколько я понимаю, не кировская компания. Не кировская компания. С мета строительства не менее 40 миллионов составляла. Ну и, собственно говоря, там были всякие разные социальные обязательства, которые должен был бы взять на себя этот спорткомплекс. В частности, родители могли получать... Это не то. Там должны были какие-то быть часы на социальные группы для занятий спорта. Для инвалидов, для детей и прочее. Вот вспомните слова Елены Урмадской, которая говорила, господи, слава богу, что там не было детей, что его не сдали, что там еще никто не занимался. А между прочим, этот спорткомплекс должен был быть сдан вместе с отделкой к 1 июня этого года. На самом деле, еще в декабре прошлого года он должен был быть сдан, но не успели и сроки перенесли до 1 июня. Вот здесь осталось буквально... На самом деле, 9 мая должны были быть завершены работы внутри, а уже к 1 июня благоустроена вся территория вокруг. Но получилось так, как получилось. Значит, мы сейчас перейдем еще к вопросу, собственно, для чего создавалась инициативная группа. Но прежде скажем, что на сайте хакера.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Обрушившийся спорткомплекс Новоровского 100А надо достроить, надо снести и разбить там сквер, оставить в нынешнем виде как памятник горе-строителям и горе-чиновникам. Кстати, есть проголосовавшие и за этот вариант ответы 6%. На сайте хакера.ру 90% говорят снести и разбить там сквер. 67% ВКонтакте за этот вариант и 22% за вариант оставить на нынешнем виде как памятник горе-строителям и горе-чиновникам. У нас через минуту будет реклама, но прежде мне хотелось бы очень важный момент все-таки отметить. Мы тут удивление свое выразили, но это очень важно. Нам сказали жители, которые здесь присутствуют, что со вчерашнего дня, то есть 2-го числа, рухнул комплекс. 3-го числа прокуратура начала проверку. И 3-го же числа подрядчик, застройщик, как его ни назови, стал склеивать эти пеноблоки, которые выбило порывом ветра 18 метров в секунду. Еще до всяких заключений, до комиссии, до проверок. Вот как эта возможность совершенно невероятна. Я думаю, что наши коллеги, которые будут продолжать писать эти материалы, Кира Фру, например, обещает писать, я думаю, что они еще выйдут на место и там еще сделают фотосъемку и расскажут. Стоит отметить, что вчера прислужба города заявила, что строительная организация должна прибрать территорию объекта в течение суток. И времени у них оставалось тогда 2 часа. А уже к 14 часам должны были выехать специалисты с проверкой. То есть к 14 часам. Понятно, что до 14 часов они все прибрали и, может быть, да, уже начали что-то где-то приклеивать. Ничего не прибрали. Ничего не прибрали. Я с утра в администрацию звонил, я борюсь, которые ответственны непосредственно за нашу Ленинского района территорию. Я с ним непосредственно. Он сказал, что есть предписание до 5 числа, если они не уберут. Потому что там машины даже невозможно проехать где. Там загородили полностью сейчас. Действительно, мы не можем. С Торховым разговаривали? Нет, я фамилию не помню. Но у меня дома записано. Беседа происходила и с замом. Тот вообще переслал к начальнику. То есть до 5 числа предписание прибрали территорию? Да, начальник сказал, что до 5 числа мы сделали предписание. И потом мы вам отзвонимся и скажем. Все понятно. Мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты. Еще раз внимание. Комиссия еще не установила никаких там результатов. А строительство продолжается. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Прокуратура вчера, 3 мая, начала проверку по факту обрушения спорткомплекса Новоровского 100А. И вчера же застройщик, который ведет это строительство, напоминаю, как сообщалось, ведет его ООО «Мода спорт». По сообщениям очевидцев, они в нашей студии, строительство продолжило. Стало восстанавливать стены, которые упали под порывом ветра в 18 метров в секунду. Нужно указать, да, что те люди, которые присутствуют в нашей студии, очевидцы, жители ближайшего дома, они в свое время организовались в инициативную группу как раз по поводу этого же спорткомплекса. То есть вы уступаете против строительства этого спорткомплекса. С 15-го года, да? Да, и я хочу еще отметить. Это Татьяна Васильевна Снегова. Да, с самого начала. Застройщиком является местная администрация, город Киров, агентство муниципального развития города Кирова. Они застройщиком. Земля им отдана, бессрочное пользование. То, а земля, которой мы, как горожане, пользовались. А застройщик уже объявил тендер на инвестора. И вот поступил. Спасибо, что поправили. Да, инвестором выступил Мода Спорт. А какие подрядные организации там строят? Вы видели какие-то опознавательные знаки? Там же должен баннер висеть, строительство введет. Ничего. Там кастарбайдеры. Это меняется. Был баннер, но его потом быстро сняли и повесили только для того, что когда Быков приезжал на встречу с жителями дома. И не только дома, а район. Бывший мэр города. Да, потому что мы делали опрос, мы изучали общественное мнение. И еще хочется отметить, как было выдано разрешение без слушаний. Как нам утверждать, что общественные слушания были проведены. Но они проведены были некорректно. Первый раз Быков признал, назначил вторичное общественное слушание. Но они проведены были еще более нагло и лживо. За 20 минут до начала слушаний нам позвонили, сказали, приходите. А люди-то у нас даже некоторые были за городом. Вы представляете, сплошная ложь. Начиная с общественных слушаний, начиная с выдачи разрешения на строительство, продолжая, зеленую зону снесли, оплатили по акту всего 246 тысяч, отметив, что там где-то 20 высокоствольных деревьев. Фактически было снесено 86 вместе с кустами. Вот сплошная лучшая обман. И когда сносили, закрывали листвой, чтобы не было видно пеньков, чтобы мы не смогли снять. И не пускали нас в этот день. Мы обратились в прокуратуру, а прокуратура нам не зафиксировать, сколько деревьев. Вы с жалобой на выруку деревьев обратились? Да, чтобы они зафиксировали, потому что нас-то не пустили на стройку. Нам Шишкин, Александр из прокуратуры, младший из советника истиции, пообещал. Да, в субботу, в общем, никто не приходил, никто не зафиксировал фактически. Вот вам следующий обман. Потом, значит, нам обещали подъездные пути какие-то, более-менее которые были перекрыты, не только к дому номер 102, дому номер 98, по Кате Кочкиной. И все машины, которые, дорога была перекрыта, поехали по дворам. Обещали. Так знаете, как они сделали? Они некоторые бордюрчики там сняли, и получилась не объездная дорога, а единственная муравьинная дорога, по которой и пешеходную зону перекрыли, и по которой люди ходят, и машины ходят. Да, Датьяна Васильевна, но это то, как велось строительство и как выполнялись обещания. Но вы ведь боролись изначально за то, чтобы вообще не было там этого спортивного центра. Почему? Вам что, спортобед не нужен? Это же хорошо. В этом районе самое большое количество, если открыть карту города Кирова, вы увидите, самое большое количество спортивных зданий, мероприятий, бассейн Быстреца, еще там. Ну, в общем, у меня перечислено даже было где-то около 12 маленьких залов. Качалка какая-то, там Голливуд или там у нас какой-то. Там тоже везде, как говорится, на вытянутую руку везде есть у нас. И вы все эти два, там, полтора года, вы писали письма, и за что боролись-то? Встречались, писали. За что боролись-то, Петр Васильевич? За отмену, за прекращение строительства. Даже когда строить уже начали, даже когда уже под крышу выводили. Да, Петр Васильевич. Когда борешься, ну, надеешься, но когда на самом деле сталкиваешься с администрацией и всеми контролирующими органами, просто удивляешься. К народу никто не идет. Никто не хочет, так сказать, услышать наш, ну, крик уже, понимаете. Просто на самом деле мы рассказывали им не просто, что мы, ну, есть такое слово, не хотим. А есть такое слово на самом деле. Вот в архитектурном плане, я говорил даже Быку, неужели вы не видите, что это здание, это бельмо? На самом деле. Если посмотреть со стороны производственной и до проспекта строителей, то мы сейчас не видим площадь Конева. Памятник. Ну, много-много говорить. Если на самом деле. То есть там дорогу будут расширять. Вы ходили к Ирине Васильевне Рубцовой? К нашему архитектору. С нее и начали похождения. Что сказала? Она ничего не сказала. Она только до этого еще. Мы ходили, когда еще разрешения на строительство не были к Рубцовой. У нас сейчас на связи есть Алла Марсовна Буркова, председатель Кировского отделения Союза архитекторов России. Она, думаю, свое архитектурное, экспертное мнение выскажет по поводу этого объекта. Алла Марсовна, добрый день. Добрый день. Я слышала, что у вас там хорошо, правильно отговорили. Завершение улицы Воровского должно выходить на площадь Конева. И вот это здание, конечно, зрительно отрезает площадь от улицы. И мое мнение, как архитектора, как градостроителя, конечно, здесь не должно быть никакого сооружения. Ни ларечка, ни остановочки, ни каких-то детских развлекательных площадок. Здесь должен быть бульвар. И, в принципе, конечно, вот вы там тоже задали вопрос, не нужно ли вам еще, что вы против, имеете, сооружений спортивных. Пожалуйста, можно строить спортивные сооружения в парке Кочером. Там уже есть, да, один объект. Там несколько объектов. Там несколько объектов. Если есть желание, пожалуйста, можно построить это сооружение, которое можно строить на территории парка. Да, Алла Марсиновна, а как вообще такой объект мог пройти согласование? Как вы думаете, как архитектор? Там вообще какой-то архитектурный-то надзор, который выезжал вчера с прокуратурой. Это архстройнадзор. А, это архстройнадзор, это другая, да, история? Нет, во-первых, это не путайте. Есть архстройнадзор, и, как мы раньше говорили, есть авторский надзор. Но дело здесь не в этом. Данное здание и сооружение на архитектурном сообществе не согласовывался. И не представлялся. Почему? Потому что у нас есть документация, где разрешается не согласовывать данные объекты на территории юго-западного района. Но он не подходит под эгиду того, чтобы надо было проходить градостроительный совет. Ага, законодательство городское разрешает таким объектам не проходить, понятно? Не проходить. Ни рабочую группу, ни большой градостроительный совет. Ну, как бы, в букве закона все сделано правильно. Спасибо, мы поняли. Алла Буркова, председатель Кировского отделения Союза архитекторов России. Очень важно, мне кажется, Саша, все-таки сказать. Вы нам в перерыве сообщили. Ну да, вот сейчас Алла Марсовна сказала, что объект здесь не должен находиться из-за архитектуры и эстетики. А в перерыве нам сказали, что и по другим причинам он не должен здесь находиться. Мы имеем в виду теплотрассу, о которой вы говорили. Да. Это удивительно просто. Александр Владимирович удивился, что как можно строить... Это самый большой аргумент, который говорит против. Здание стоит на теплотрассе, которое... Удивлен точно. 42 года. Могу показать схему. Все есть. Которую обещают якобы демонтировать и вынести. Сегодня уже завершение строительства. Как это? Подкоп сделать под спортивный центр? Нет, нет. Существует правило выноса сетей из пятна застройки. А это делается до или после? Они должны делаться, в принципе, до начала строительства. Да. Но с другой стороны, на данный момент, куда они будут выносить? На улице Воровского. Там проходит сеть электро этот самый и так далее. Нет, значит, я вот сейчас не готов ответить на этот вопрос. Это крупнейшее нарушение было. Подождите. Значит, мне бы хотелось все-таки, чтобы от меня-то звучала конкретика, а не эмоции. Я не житель этого района, я за спортивное сооружение, я против макдональдсов, против быстрого питания, но за спортивное сооружение, потому что люди должны быть здоровыми. Даже построены таким образом? Нет. Нет. Значит, я против того, чтобы у нас были новые улицы узкими. Вот даже, смотрите, улица Ленина строилась с нашими предками, когда на лошадях еще ездили, да? И то она какая широкая. Александр Владимирович, не отклоняйтесь. Не отклоняйтесь. Я думаю, что в этом вопросе вы будете разбираться, как член общественной палаты. Если, кстати говоря, вообще общественную палату привлекут, я не знаю. Но, однако, если теплотрасса не выносится до строительства объекта, а после собирается, это разве не нарушение? Вот как мы сейчас говорим, что-то нарушений-то больно много получается. Но это должна компетентная комиссия дать заключение. Если только в это время не заляпают, опять там стеночки под крышу не подойдут. Если огромное количество нарушений будет найдено, то что будет с этим объектом, хотя бы в теории, что с ним может быть? Потому что у нас опрос, нужно достроить, нужно снести, разбить сквер. Ну, я думаю, что он будет достроен. Несмотря на все нарушения. Ну, у нас, скажите, где что снесли? Тем более, значит, мы уже услышали, что законодательство по размещению не нарушено. Значит, то, что можно сказать, ну да, но не вынесли в начале строительства, вынесут. Давайте еще раз напомним, город выдавал разрешение, город является заказчиком, город определил инвестора. И у города перед инвестором многомиллионные обязательства получается. Это к вопросу о том, чтобы снести, нельзя достроить. А еще интересно, если мы заговорили про нашу городскую администрацию, когда началось уже строительство, уже начали закладывать фундаменты, значит, мы приходим, а где разрешение строительства? Нам говорят, нет, ну будет. Вот, понимаете, все шло таким, вот мы приходим в отдел архитектуры, они говорят, нет у нас никакой документации на строительство такого объекта. И все появлялось задним числом. Понимаете, ну это разве норма в нашей жизни? Это говорит о том, что для нас, если общественное слушание можно запросто взять, собрать свой колхоз и провести, несмотря на то, что жители отсутствовали этого дома, прилегающего и соседних домов, которых просто не пригласили в последний момент, ну так, а зачем уже у нас какие-то нормативы нарушать, которые написаны для всей страны, а не для отдельного дома? Спасибо, Владимир Иванович. Мы заканчиваем. Мне нужно сейчас от каждого вас услышать, что вы будете делать дальше по поводу этого строительства. Татьяна Васильевна. Готовим письмо, требование о прекращении этого строительства и сноса. Какое количество подписей рассчитываете собрать? Будем... Ну, 400-то точно будет. У нас собрано больше, то есть еще до начала строительства. Петр Васильевич, Терещенко, будете продолжать борьбу? Даже не просто будем, а даже сверх будем. То есть и днем, и ночью, не смыкая глаз. Это на самом деле, это главное наше... Надо же, чтобы народ победил в конце-то концов. Не то, чтобы победил, а услышали народ. Да, мы завершаем. Ну, а Александр Владимирович Булдаков сказал, что объект будет достроен. Нет, ну, я как человек, в принципе, тоже против этого места. Потому что, ну, не на месте здания. Не на месте. Как гражданин. Кто-то будет наказан. Как гражданин. Александр Владимирович, кто-то будет доказан. Подозрение у нас много. Значит, красная линия должна соблюдаться. Кто-то будет наказан, Александр Владимирович? Не знаю. Не знаю. Мы заканчиваем с этой темы. Напоминаем, что на портале Киров.ру будет сделан материал по следам нашего эфира. И коллеги обещают продолжать следить за этой ситуацией. Мы тоже будем следить. Сейчас прощаемся с нашими гостями и уходим на новости.